привет это скринкасты меня зовут никита андреев я из бизнес-юнита mail.ru занимаюсь разработкой скиллов для голосового помощника маруси сегодня мы с вами рассмотрим создание скилла космический квест на языке python давайте скорее начинать для начала нам надо создать новый проект нашего скилла где-нибудь выделим папку назовем ее космоквест и откроем ее vs код создадим новый файл где будет основная логика нашего скилла мы будем писать скилл на iuhttp библиотеке сам скилл будет представлять из себя небольшой веб-сервер который будет отвечать на пост запросы с сервера маруси сейчас я импортирую библиотеку iuhttp импортирую модуль web теперь мне надо создать новое приложение и положить его в переменную application например а лучше ее сократить и назвать просто app это все мы будем делать конечно же в каком-нибудь методе init чтобы отделять от всего остального кода например вот здесь а метод init в свою очередь будет запускаться в случае если мы запустили именно файл application.py для этого проверим если name равно main тогда мы запускаем функцию init сразу можно написать запуск приложения web run up передаем сюда наше веб-приложение и нам нужно указать единственные два параметра это хост и порт который будет прослушивать наш веб-сервер для простоты кода мы укажем их в качестве псевдоконстант host ip все в верхнем регистре и хост порт например 1254 и придаем их сюда хост равно хост айпи а порт хост порт попробуем запустить у нас все хорошо только даем доступ питону к частным сетям и общественным кстати совсем скоро пройдет идти чемпионат по разработке скиллов для голосового помощника маруси он пройдет на платформе all caps где для участников будут созданы условия для запуска и тестирования голосовых навыков также после модерации скиллы будут доступны пользователям маруси теперь нам нужно добавить веб-хук к нашему приложению веб-приложению для этого мы напишем новую функцию она будет асинхронной обычно они называются по своему назначению то есть если у нас будет космический квест то мы назовем ее как skill space например на вход такая функция принимает запрос пользователя или не только пользователя но и любой другой программы которая будет обращаться к нашему серверу теперь нам надо зарегистрировать этот метод через объект роутер внутри объекта app с помощью метода addPost но пусть у нас будет такой же skill space и функция которая будет вызываться будет skill space в функции skill space мы можем сразу начать формировать ответ но для начала нам нужно прочитать правильно запрос от сервера он будет передаваться нам в формате джейсон вот и для этого нам нужно его как-то распарсить для удобства этот параметр мы изменим именование этого параметра мы изменим на request.opt а request у нас будет json объект который мы из него получаем divide request.opt json сразу мы можем начать формировать response от нашего сервера как я уже сказал ранее создаем его как пустой словарь и начинаем потихонечку заполнять у нас есть два поля которые соответствуют таким же полям в джейсон объекте request это version мы их можем просто переписать и session в поле session у нас обычно присутствует user id и session id и возможно что-то другое но в принципе мы можем записывать все веб-сервер маруси найдет всю информацию то есть мы создаем пол полную копию того что было в session и помещаем все туда даже поля которые не нужно ничего страшного в этом нету и можем сразу же начать формировать сам ответ он записывается в поле response это еще один словарь и здесь мы можем сразу указать поле end session равно false что означает что закрывать сессию после текущего обращения к скиллу не нужно фишка в том что мы поменяем это поле в момент когда нам нужно будет выйти из скилла например когда пользователь попрощается со скиллом или когда пользователь пройдет наш квест и можем сразу написать возврат нашего ответа только в формате json.web.json.response так мы его переводим в объект и возвращаем его попробуем что записать туда какой-нибудь простенький ответ чтобы понять что у нас все работает и что у нас не будет проблем со связью со скиллом или с самим скиллом или с кодом потому что вполне можно допустить ошибку например такую как вот здесь потому что пост пишется вот так для этого я помещаю response текст в наш ответ пусть маруся просто отвечает нам привет на наше сообщение привет отлично как сама поздравляю вы поставили в тупик робота маруся ничего страшного и тогда можно сразу указать response session true чтобы мы выходили из нашего скилла как я уже говорил это проще будет сделать позже когда нужно чтобы не делать много раз выставление этого флага на false так запустим наше приложение и у нас есть еще один очень важный момент когда веб-сервер маруси обратиться к нашему http серверу он захочет передать нам данные по протоколу https это шифрованный протокол который на а его http так просто как я сейчас сделал не сделаешь поэтому мы используем для этого маршрутизацию через nginx nginx может стоять на каком-нибудь удаленном сервере например как на том который у меня сейчас подключен и успешно отключился сейчас мы его запустим заново удаленный веб-сервер соединен с этим ноутбуком в данный момент по vpn туннелю через хамачи то есть у меня запущен хамачи на этом веб-сервере вот мы видим что он горит значит он в сети я его даже могу в данный момент спокойно пингануть по его айпишнику и все будет ок 25 91 70 102 вот мы видим что связь с сервером есть хорошо теперь нам нужно настроить маршрутизацию nginx для этого мы идем в конфигурацию она у нас находится в file nginx.conf и в данном случае мне нужно пробросить пакеты данных до моего ноутбука вот по этому айпи у меня уже есть тестовый url по которому я пробрасывал трафик с nginx ну вот и теперь мне нужно просто в данном случае поменять путь на skill space айпи поставить моего текущего компьютера в нашей сети 25 43 155 155 порт 1254 сохраняю конфигурацию и перезапускаю nginx отлично теперь следующий шаг это зарегистрировать наш скил во вконтакте переходим на страницу разработчикам вконтакте во вкладку мои приложения и создаем новый скил как вы видите у меня уже есть скил космическое тестирование потому что это реальный скил который был выпущен назовем наш скил космический квест это будет скил маруси который будет у нас обращаться к нашему веб-серверу я забыл упомянуть что здесь у нас привязан домен workdomain.space и настроен SSL это можно делать абсолютно разными способами я регистрировал домен и создавал для него сертификаты с помощью Let's Encrypt они также могут идти как опция от хостинг провайдера и также их можно купить у центров сертификация сейчас я забью адрес веб-хука который я указал в конфигурации nginx ну и здесь соответственно домен у меня workdomain.space можем посмотреть на то что он работает и у нас все хорошо да, у нас действительно все хорошо отвечает nginx все, забили наш url и нажимаем создать скил и подтверждаем мне сейчас пришло sms с кодом вбиваю код наш скилл создан так как имя предыдущего скилла у нас совпало с уже существующим скиллом мы его переименовали в скилл космическое путешествие теперь нам осталось только его проверить маруся запустим скилл запустим скилл космическое путешествие привет она нам отвечает привет хорошо от этого мы будем отталкиваться дальше скринкасты 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 Продолжение следует...